ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ нет. Задать можно любой вопрос. Зал всегда полон. Это прямой диалог власти и жителей. Проект «Открытый город» в Чебоксарах существует уже 5 лет. Регулярно представители столичной мэрии выходят в люди и выслушивают проблемы горожан. К нашу сторону вообще не убирают машины. Там вообще нет детской площадки, детям негде не играть, не гулять. Живем как на пороховой бочке. То нас снесут, то нас не снесут. На этот раз встреча прошла в 28-й школе. Вопросы жителей Южного поселка выслушали заместитель главы столичной мэрии Юрий Васильев, глава администрации Калининского района Яков Михайлов, депутат госсовета Чувашии Дмитрий Арсютов и депутат Чебоксарского городского собрания Владимир Григорьев. Первая тема, которую затронули на встрече – график движения общественного транспорта. Я вот проживаю в частном секторе на южном поселке. Вот не поверите, с 6 до 7 вечера практически каждый троллейбус едет в парк. И может быть один из 5-6 троллейбусов едет дальше по маршруту. Юрий Васильев напомнил, в прошлом году специалисты Чувашской энергосбытовой компании инициировали процедуру банкротства в отношении Чебоксарского троллейбусного управления за многомиллионные долги. Чтобы не усугублять положение, в троллейбусном управлении провели оптимизацию. Во-первых, снизили количество транспорта на маршрутах. Год назад в результате, скажем, сплошной обеспеченности транспортной доступности этих троллейбусов, то есть троллейбусы каждые 10-15 минут приходили к местному назначению и уходили не полностью занятыми, соответственно, возникал убыток в потреблении электроэнергии. Были существенные затраты, бюджетом муниципального образования произведены. Кроме того, была оптимизирована работа транспорта троллейбусного управления. Также Юрий Васильев подчеркнул, тяжелое состояние троллейбусного управления не должно сказаться на пассажирах. И эту тему регулярно поднимает глава администрации Алексей Ладыков. Мы посмотрим, изучим еще раз транспортное движение троллейбусов в этом микрорайоне. Возможно, можно где-то скорректировать какие-то позиции в определенные часы периода работы и до вас доведем эту информацию. С похожей проблемой навстречу пришли жители домов, расположенных в районе аэропорта. Планируется ли создание какого-нибудь маршрута транспорта, который бы ездил прямо от аэропорта, ну, имеется в виду маршрутку, потому что автобусы сейчас уже не ходят, до южного поселка напрямую и в город дальше, да, как раньше вот был четвертый автобус, сороковая маршрутка ходила, да, чтобы дети могли свободно ездить в школу. Чиновники объясняют, решится эта проблема не раньше первого декабря. Тогда в транспортной системе произойдут изменения, в результате которой многие перевозчики перейдут на автобусы среднего класса, которые будут вмещать в себя не менее 64-х человек. Отсутствие детских площадок во дворах, недостаток парков и мест отдыха – проблема, которая вызвала бурное обсуждение на встрече с чиновниками. Мнения горожан разнились. Молодым мамам нужны были детские спортивные площадки, а пенсионерам – широкие тротуары и скамейки. Начиная от остановки Бичурина до физкультурно-оздоровительного комплекса, очень трудно ходить нам, пенсионерам, и матерям с коляской. Правда, в городе хорошо делают, хорошо ремонтируют, но не забывайте, пожалуйста, насчет южного поселка. Там тоже такие же люди живут. По поводу детской площадки на Ашмарино-19. Там вообще нет детской площадки, детям негде не играть, не гулять. У нас нет тротуаров, нет проезжей части. Наши женщины осенью не могут по детской коляске ходить по улицам. Наши дети играют в футбол на проезжей части. Решить эту ситуацию, по словам чиновников, должна программа формирования комфортной городской среды. Ключевое условие проекта – идеи предлагают горожане и сами доплачивают часть необходимой суммы. Требуется инициатива с вас, что финансирование размере 5% от общей стоимости. Будет ваше желание, будет протокол схода граждан, и мы включим вас буквально на следующий год. На эту же программу Яков Михайлов указал, отвечая на вопрос, который касался состояния Обиковского леса – одного из немногих мест отдыха на южном поселке. Парк на Обиково, там дубы очень старые, фактически все болеют. Мы пока парк там создадим, эти дубы просто свалятся. Они и так уже самопроизвольно падают. То, что касается парковых зон, комфортная городская среда, мы, согласно этой программе, на территории Калининского района разработали 5 парковых зон, в том числе и на южном поселке. Так мы называем Обиковский лес, у нас есть проектная документация, которая прошла экспертизу. Но ближайшие до 2022 года мы должны реализовать эту парковую зону. По парковой зоне могу только дополнить, что по большому счету мы буквально года два назад получили муниципальные собственности эти земельные участки. И, соответственно, город полномерно начинает осваивать эти территории. И, разумеется, это не так быстро произойдет, не одномоментно. Тротуары и разбитые дороги – еще одна проблема, с которой горожане пришли навстречу в рамках проекта «Открытый город». Люди жалуются, почему до их поселка все республиканские и федеральные программы доходят в самую последнюю очередь. В то время как многие центральные улицы сейчас находятся почти в идеальном состоянии, жители южного поселка страдают от бездорожья. Водителям приходится выстраивать свой маршрут, чтобы объезжать проблемные места. А вот у молодых мам с колясками выбора практически нет. Впрочем, как и возможности отремонтировать сразу все тротуары в городе, говорят чиновники. Количество объектов, тротуаров, которые необходимо в городе восстановить или построить, составляет достаточно большое значительное, около 186 единиц. И требуется порядка 623 миллионов рублей. Разумеется, мы все прекрасно понимаем, что это необходимо сделать. Разумеется, этой работой город будет заниматься. Но, скажем, при условии, скажем, если эта потребность будет в наибольшей степени. Программа безопасной и качественной дороги до 2018 года не разрешала ремонтировать тротуары вдоль магистральных дорог, где мы сейчас делаем ремонт. Но с 2019 года, наконец-то, добились, когда мы ремонтируем улицу, например, Ашмарина, параллельно будут ремонтироваться и тротуары вдоль этих дорог. На встречу к чиновникам пришла жительница 17-го дома по улице Сапожникова. Это общежитие. По словам женщины, стены в ее квартире покрыты плесенью. В душевой сырость, бойлерная, рядом с душевой, там трещины большие, стена мокрая. Моя комната плесенью покрыта, у меня есть акты. Жилоспекция предписанием выписала закрыть душевую. Они до сих пор ничего не делают. Абсолютно. Женщину перебил представитель управляющей компании. По его словам, по проекту первые два этажа были нежилыми. Соответственно, душевых кабин там изначально быть не должно. Но предыдущая управляющая компания «Энергия» перепланировала их в жилые комнаты. В связи с этим там была изготовлена душевая комната. Скорее всего, в этой душевой комнате там хоть и плитка наклеена, но гидроизоляции никакой. На сегодняшний день по обращению с первой квартиры, с выходом на место, совместно с госжилинспекцией, было принято решение закрыть душевую комнату. То есть душевую не закрыть, а отключать воду. Один раз мы когда на прошлой неделе отключили, но, к сожалению, инициативные, активные люди, они сами подключились и опять начали мыться. Буквально вчера, позавчера опять мы отключились. Сегодня, правда, я не проверял. Андрей Валерьевич, не закрывайте, заварите вообще. Там полиприпиленную трубу от вентиля, все отключено уже. Заварите трубу, заварите. Хорошо. Поток жалоб горожан на работу небольших питейных заведений, расположенных на первых подвальных этажах и в многоквартирных домах, не уменьшается. Когда прозвучал этот вопрос, зал оживился. Сколько еще люди будут страдать от ночных драк, шума и мусора около таких рюмочных? Но чиновники отметили, всего пару лет назад чебоксарцы также возмущались продажей так называемых фанфуриков. А сейчас эта проблема уже не так актуальна. Такая же судьба рано или поздно настигнет и питейные заведения, уверены в столичной администрации. Встреча в рамках проекта «Открытый город» прошла оживленно. Люди подчеркивали, что центральная часть города развивается, а о южном поселке власти будто забыли. Но представители администрации зал успокоили. Работа идет по плану. Район постепенно благоустроят. Это всего лишь вопрос времени. Редактор субтитров А.Семкин